всех приветствую на своем канале на данной 3d модели я буду показывать и рассказывать как управлять станком веро плазмы в данной 3d модели комплектация с поворотной оси также имеется источник плазмы плазматрон серверная стойка опорный водоналивной стол для того чтобы разместить на нем лист металла и в поворотной ось зажата круглая труба 159 диаметра и так на передней панели мы с вами видим две кнопки клавишные первая кнопка отвечает за подачу питания на материнскую плату вторая кнопка отвечает за подачу питания на шаговые двигатели а также драйвера эта кнопка отвечает за запуск материнской платы здесь мы видим usb для того чтобы вы могли с помощью флешкарте передать необходимые данные на серверную стойку а также блок управления тд нс и так давайте более подробно рассмотрим систему управления тд нс что мы здесь видим два вращателя 1 вращатель отвечает за чувствительность плазма трона 2 вращатель отвечает за высоту плазма трон первым вы можете настроить более менее необходимую вам чувствительность при которой плазма трон будет реагировать на кривизну металла Вторым вращателем вы можете визуально контролировать зазор между металлом и плазматроном. Вращая в правую сторону, вы увеличиваете зазор между плазматроном и металлом. Вращая в левую сторону этот вращатель, вы уменьшаете зазор между металлом и плазматроном. Переходим к обзору программ, установленных на серверной стойке. Перед началом работы на станке обязательно убедитесь в надежном заземлении. Заземлена должна быть серверная стойка и координатный стол. Стол опорный водяной не заземляется После того как серверная стойка загрузилась Вы попадаете на рабочий стол Где вы увидите три основные программы По каждой программе я сделаю отдельный видео урок Но сейчас вкратце пробежимся по каждой из них Итак, программа Inkscape Это довольно простая рисовалка Так назовем ее Которая поможет вам сделать все необходимые детали Нарисовать их в векторной графике Преобразовать из растровой графики То есть из картинки, скачанной в интернете Задать им определенный размер Ну и так далее Все это отдельно будет в каждом Все это отдельно будет в дополнительных видео уроках Далее программа Shitcam Shitcam это преобразователь, так скажем, векторной графики в G-код Который понятен станку Станок должен понимать в каких координатах Какие операции выполнять А также когда поджигать, либо тушить дугу Либо с какой высотой, с какой скоростью Выполнять ту или иную программу Также Shitcam позволяет сделать раскладку деталей на листе Ну и еще много всего другого Далее Match 3 Match 3 это когда вы уже все отрисовали Когда вы уже все преобразовали в G-код Открываете Match 3 И непосредственно выполняете резкую обработку металла Давайте откроем InScape и создадим первую тестовую деталь Я выберу квадрат Задам ему определенные размеры Пускай это будет 150 на 250 мм К примеру Некий какой-то вот такой квадратик Программа InScape находится в свободном доступе в интернете Можете ее скачать, установить себе на компьютер А также по ней очень много видео уроков в YouTube Либо можете воспользоваться нашими видео уроками В которых вы можете узнать Как отверстия выставить относительно друг друга Либо сделать определенные отступы от края Как работать со сплайнами и так далее и тому подобное Я сейчас на этом заострять внимания не буду Чтобы максимально быстро показать вам Как запустить станок И вырезать какие-то первые детали По остальным программам, по всем Мы сделаем дополнительные видео уроки Итак, нарисовали некую какую-то детальку И теперь нам надо ее сохранить в DXF файл Нажимаем файл Сохранить как Вот здесь выбираем обязательно формат DXF Назначаем имя файла К примеру, это будет тест Выбираем путь, куда мы хотим это сохранить Я, к примеру, сохраню это на рабочий стол Нажимаю сохранить В верхнем поле выбираем обязательно миллиметры После первого выбора Далее по умолчанию у вас будут стоять всегда миллиметры Нажимаем ОК Больше нам эта программа здесь не нужна Мы выходим из нее, ничего не сохраняем И видим вот такой вот DXF файл То, что мы с вами отрисовали в InScape Теперь, чтобы нам эту деталь вырезать из металла Нам необходимо преобразовать эту картинку Непосредственно в цифровой код, понятный станку Запускаем шиткам Запустился шиткам И вот здесь мы видим три основных рабочих поля А также имитацию листа с его размерами Размеры листа вы можете задавать вот здесь Параметры, параметры работы И вот здесь задать размеры листа У меня, к примеру, выбран 1250 на 2500 Далее правой кнопкой нажимаем новая деталь И добавляем как раз тот самый файл, который мы сейчас только что с вами отрисовали Нажимаем ОК Он нам предлагает, куда разместить деталь, положение чертежа, левый нижний угол Нажимаем ОК Сейчас мы видим, что деталь добавилась на лист Уменьшим Посмотрим, вот так она будет выглядеть на листе По шиткаму, как разложить детали по листу Будет тоже отдельный видеоурок Сейчас мы видим красные линии Это будет наружный контур А отверстия обозначены желтыми линиями Далее, во втором окне единственное, что мы можем здесь поправить Это ширину пропила То есть толщину реза Более нам здесь ничего не надо И третье окно Непосредственно нажимаем ОК Создать новую операцию струйной резки Нажимаем эту клавишу И вот здесь, во втором окошке, выбираем слой Слой это непосредственно вот эта деталь Далее, что мы можем выбрать В первом окошке смещение снаружи Смещение внутри Нас интересует смещение снаружи Так как нам необходима деталь Вырезанная из заготовки металла Нажимаем ОК Сейчас мы видим, что Плазма Перемещение плазматрона отображено синим цветом С1 и С2 и С3 Это точки входа Так скажем То есть плазматрон перемещается у нас На позицию С1 Здесь он сжигается, факел И происходит резко Резко идет против часовой стрелки Далее плазматрон перемещается на второе отверстие Начинает резать второе отверстие После чего переезжает на позицию С3 Вырезается И начинает вырезать непосредственно уже Контур детали Все, больше здесь нам ничего не надо Зеленым цветом все оконтурилось Нажимаем вот эту кнопку Запустить постпроцессор Нажимаем запустить постпроцессор Выбираем, куда мы сохраним файл Это рабочий стол Имя файла также тест Нажимаем сохранить Нажимаем ОК Здесь все хорошо Красных замечаний у нас никаких нет Нажимаем ОК После чего мы можем закрыть программу Шиткам Сохранить ее изменения Не сохранить, на ваше усмотрение Если вы хотите сохранить свою работу Значит нажимаете сохранить Если нет, значит нет Далее у нас образовалось уже два файла Мы видим Первый тест это DXF формат С которым работает Шиткам И третье это уже картинка Преобразованная непосредственно в код Код понятный Непосредственно уже станку То есть в этом коде Мы можем увидеть Что станок перемещает Перемещает плазматрон По тем или иным координатам Командами M03 и M05 Он зажигает Либо тушит факел Ну и так далее Здесь пока углубляться мы сильно не будем Переходим к следующему этапу Следующий этап Непосредственно запускаем Match 3 У меня здесь три профиля У вас скорее всего будет Либо один, либо два Здесь каждый профиль отвечает За свой тип работы Газ, плазма, труборез Нам нужна плазма Выбираем плазму Нажимаем ОК Попадаем на рабочий стол Управление непосредственно Координатным столом Итак, что мы видим В программе Match 3 Здесь наша собственная оболочка Которая полностью на русском языке Довольно простая Удобная И разбита на четыре основных блока Первое Это калибровка системы Второе Установка параметров реза И третье Это работа непосредственно с G-кодом С тем файлом Который мы создали Четвертое Ручное управление Для того, чтобы вы могли В ручном режиме Врезать металл Будь то отрезать остаток Либо еще что-то По каждому блоку Я расскажу отдельно Чтобы приступить к работе У вас будет мигать аварийный стоп Вы его отжимаете В случае, если он не отжимается И продолжает мигать Значит, скорее всего Вы не нажали вот эту вот кнопку Которая включает драйвера Либо у вас зажата кнопка Экстренного стопа Чтобы ее отжать Поверните ее по часовой стрелке Она отожмется После чего Аварийный стоп перестанет мигать Далее Перемещая клавишами Влево-вправо Вверх-вниз Вы можете Перемещать Плазматрон По рабочему полю А также клавишами Пэтчап и Пэтчдаун Вы можете перемещать Плазматрон Вверх-вниз Визуально Это будет выглядеть вот так То есть Влево он поедет влево Вправо-вправо Вверх он поедет назад Вниз он поедет В вашу сторону Ну и соответственно Плазматрон будет опускаться вниз И плазматрон будет подниматься вверх При нажатии клавиш Пэтчап и Пэтчдаун При перемещении плазматрона Цифровые значения Вот в этих полях Будут меняться Эти цифровые значения Соответствуют миллиметрам Чтобы загрузить в программу Созданный нами файл Мы нажмем с вами Работа с G-кодом Нажмем клавишу Открыть файл Из рабочего стола Выберем как раз тот файл Который мы создавали с вами ранее Test.tab Открываем И появляется Вот такое вот Изображение Детали Которую мы нарисовали Далее Подъезжаем плазматроном На край заготовки Будь то край листа Целого Либо край какого-то Отрезка листа Подъехали Нажали Обнулить все координаты То есть Вот пример Вы подъехали Нажали Обнулить все координаты Это будет являться Уже нулевой точкой В системе координат программы С чего начнется Непосредственно Рез То есть Если мы посмотрим Вот сюда На перекрестье Это является Точкой нахождения Плазматрона В рабочем поле То как раз Вот отсюда Будет старт Выполнение программы Если у вас Вот так вот Рабочее поле Левой мышкой Вы пошевелили Не знаете Как его вернуть Обратно В плоское положение Нажимаете Обновить траекторию Программа Его выворачивает В изначальное положение Дальше Что нас интересует Это установка Параметров реза К примеру Мы режем с вами Миллиметровку Параметры реза Будут 4500 Нажимаем Интер Скорость резки 4500 Выставляем Высоту пробивки Время пробивки Все эти данные Есть в таблице Таблицы У вас Либо имеются Либо я вам могу Скинуть Также Высота резки Высота холостого перемещения Скорость поиска металла Погрешность датчика Она выставляется Один раз И навсегда Больше вы ее не трогаете Калибровка системы У нас Плазматрон находится В нулевом положении Приступаем К резке Если тонкий металл Нажимаем Вот эту клавишу R2K Эта клавиша Отвечает за Включение Системы ТНС Которая будет Отслеживать Кривизну металла Если металл У вас повело При температуре Либо металл У вас сам по себе Кривой То Плазматрон Будет автоматически Выдерживать зазор Между металлом И плазматроном Далее Нажимаем Пуск Нажимаем Пуск И мы видим Как плазматрон Перемещается В начало резки Вырезать будет Он первое отверстие Далее он переедет Ко второму отверстию Вырежет второе отверстие После чего Переедет На угол Заготовки И начнет Вырезать Непосредственно Уже заготовку Здесь у меня Сейчас происходит Поиск металла Я сижу за ноутбуком Датчика Соответственно Здесь нету И металл Он не найдет Поэтому программа Далее не выполняется В вашем случае Будет происходить Процесс резки То есть Визуально Вы будете наблюдать Вот такую картину Плазматрон Поедет На первую точку Врезки Врежется Зажгется дуга Он найдет металл Зажгется дуга Он вырежет Первое отверстие Переедет На второе отверстие Вырежет Второе отверстие Далее Переедет На врезку контура Врежется И начнет вырезать Уже непосредственно Саму заготовку Таким вот образом Все это будет у нас Выглядеть В принципе на этом все Далее Более подробно По остальным моментам В этой программе Я расскажу В следующих видео уроках Всем пока До следующих встреч Продолжение следует...